Друзья, всем привет! Сегодня 18 ноября, суббота, и данный видеоролик приурочен у нас к достижению 40 тысяч акционеров на канале. Именно так я называю всех тех, кто подписался на канал. И сегодня у нас будет свободная тема, мы поговорим про развитие канала, поговорим про вас, про ваши комментарии. В общем, затронем все наши темы, которые актуальны на сегодняшний день. Все те, кто ждут новенького обзора на автомобиль, парни, ведется подготовка, сейчас машин будет больше. В общем, обо всем этом подробно расскажу именно в этом видеоролике. Время сейчас 2 часа дня, мы находимся в моем маленьком логово, но я вам предлагаю отправиться на улицу, там сейчас свежо. Пойдемте в парк, где обо всем поговорим. Специально для вашего удобства в описании к этому видео оставляю тайм-код, где будет расписано, на какой минуте о чем пойдет речь. Пойдемте прогуляемся. Друзья, ну и как обычно, всего одна секунда и магия монтажа, мы уже находимся в Царицынском парке, и у меня уже слегка красные уши. Начнем мы сейчас, конечно же, со скидок, потому что это наиболее актуальная тема на канале. Давайте присядем, и я вам все детально расскажу, как я вообще сам смотрю на всю эту ситуацию. Ну смотрите, до меня никто это на ютюбе не делал никогда, чтобы вот от и до пройти, собрать списки, пообщаться, в общем, детально хоть как-то этот вопрос проработать. Но нашлись такие люди, которые вообще в последнем видео начали еще претензии писать, мол, как ты смеешь приходить к дилеру, что-то клянчитесь, у тебя нет человека, вы машину пришли покупать или скидку получать. Мне вообще непонятно, парни. Вот я вам показываю то, что можно сэкономить денег. И не сто там тысяч рублей, да, а двести, триста, четыреста тысяч, большие суммы можно сэкономить. Не пять тысяч, не копеечку там вытянуть из него последнее. Но почему-то некоторые сейчас претензии какой-то начинают относиться к этому. Но самое главное то, что большая часть людей говорят спасибо, и даже некоторые писали о том, что знают, не знали о том, что вообще с дилерами можно торговаться, что это точно такой же рынок, как продуктовый, пришел и можно поторговаться. Вот забегая наперед, я вам скажу, последние полгода я делал ремонт в квартире. Вот капитальный ремонт от и до. И что вы думаете, я ничего не купил по прайсовой цене. Вот все, что я покупал, ламинат, все строительные материалы, техника бытовая, я все покупал со скидками, точно так же торговался. И при этом нехило сэкономил денег, что собственно ключевой задачей является всегда экономить свою копеечку. Поэтому хочу сказать следующее. Если ты хочешь купить сегодня автомобиль, то выгоднее всего вот самому в одиночку проходить по всем дилерам, обзванивать, торговаться, выжидать. Собираться в какой-то кооперативчик небольшой можно, но это опять же нужно делать. Вот реально пять человек приходить, садиться и общаться. А не так, как у меня получилось то, что я с камерой, то что то пять человек то есть, то нету. То люди говорят, Мерседес за три миллиона, если за полтора дадут, я заберу и так далее. Всем интересно, но денег как показывает практика, прям вот реально, чтобы купить машину нет. А канал у нас не такой большой, чтобы я там мог собирать огромную аудиторию, и там был бы миллион подписчиков условно. Тогда конечно пять человек найти на Мерседес было бы гораздо легче. В общем, если здесь не размазывать кашу по тарелке, то я вам могу с уверенностью сказать, что у нас остался один вариант. Это найти дистрибьютора, выйти на него напрямую и попробовать посотрудничать с ним. Я конечно же это попробую сделать, но это будет следующим этапом. Сейчас собирать народ на ауди, еще на кого-то я не буду, потому что после последнего ролика вообще никто не откликнулся, там один-два человека. Будем делать сейчас следующим образом. Снимаем машину, вот стоит допустим Тегуан, я говорю, вот это комплектация и сколько на него реально можно сбить скидку. По каждой комплектации бегать не будем, ну диапазон цен заложим, чтобы вы понимали, на что вам стоит рассчитывать. Здесь собственно дополнить больше нечего, кратко, но все по существу. Бегать, собирать информацию это реально очень долго, поэтому всем кому надо, самостоятельно будет идеально. Пишите, консультируйтесь, спрашивайте, все что нарыл, все что знаю, без проблем с удовольствием вам расскажу. Вторая и самая главная тема для канала это где обзоры, где машину нужно больше снимать, больше делать видеороликов. Ну смотрите, все те, кто подписан на инстаграм канала, знают о том, что со мной на связь вышел пиарщик группы компании Автоспеццентр, в которую входит порядка 10 брендов различных. И она говорит, мы готовы вам давать автомобили без проблем. Она не требует, чтобы я их хвалил, там утаивал какие-то минусы. В общем, честно высказывал свое мнение, по факту все рассказывал, не наговаривал лишнего, ну и соответственно был максимально объективен. Это их никак не смущает. Но в свою очередь они просят простейшего. Сняли машину, сказали, что вот эта машина нам предоставила такой-то салон. Все. В начале ролика, в конце, неважно. Так вот, например, в это воскресенье, вот 19 ноября, мы должны были снимать новый Тигуан. В хорошей комплектации, 220 сил, там цена машины была порядка 2 миллиона 400 тысяч рублей. Но вчера пришла печальная, скажем так, новость. У нового Тигуана потекла крыша. Там идет панорамная крыша. Какая-то проблема, Базик, какая, пока что неизвестна, потому что автомобиль забрали в сервис на 2 недели. Тем не менее, оперативно пытаемся лавировать все события. Предложили в альтернативу Суперб 1.8, что, собственно, плюс-минус по узлам и агрегатам одно и то же. Посмотрим, если завтра погода даст возможность, просто передает снегопад. Поедем, конечно, поснимаем. Именно поэтому подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что роликов сейчас будет становиться больше, потому что машину можно брать без проблем. Я знаю, многие из вас писали то, что давай снимем автомобили. Некоторые автомобили уже не актуальны. Им там 5-7 лет, они уже старые, уже вышли новые модели, которые пользуются большим спросом, и они более интересны. С другой же стороны, ну смотрите, вот сейчас время примерно полтретьего. Вот час сейчас пройдет 2, уже будет темно. В будние дни, естественно, снимать очень тяжело, потому что это будние дни. Я работаю, вы работаете. Выходные дни можно пробовать подстраиваться, но у всех на выходные, как правило, свои планы. Мне вас, честно, неохота обламывать, говорить, приезжайте, потому что, как правило, съемки занимают порядка 2-3 часов по-разному, когда как пойдет. Брать автомобиль у дилера с возможностью честно высказывать свое мнение, это на самом деле удобно. Они дают машину не на час-два, они готовы давать на сутки, на двое, на трое, на неделю. То есть все обговариваете, смотря какая машина. Соответственно, покатавшись на машину неделю, ну вы сами понимаете, я смогу более честный обзор сделать, более качественный, более детальный. Третья тема, о которой я хочу поговорить, это видеоролики, которые вообще никак не связаны с автотематикой. Ну, как вы знаете, я снимал один ролик про переезд в Москву, это была первая такая вводная часть. Мы периодически, когда ездим куда-то путешествовать, также стараемся снимать различного рода видеоблоги. И вы порой пишите то, что, слушай, пора бы куда-нибудь съездить отдохнуть, что-то поснимать. Да я бы с удовольствием, но сейчас не то время. Много работы, стараемся трудиться на основной работе. Друзья, и вы периодически говорите о том, что нужно под каждую тематику заводить свой канал. Например, мне неинтересно смотреть там про переезд в Москву, мне неинтересно смотреть про эти путешествия. Вы люди все взрослые, я знаю то, что вы все адекватные. Поэтому, когда вы заходите на канал, если это видео из названия вам уже неинтересно, вы просто его пролистываете вниз. Вот и все. Поэтому делать 10 каналов на разные тематики считаю неправильным. Я создаю плейлисты, все честно пишу, вы посмотрели, нравится, будет смотреть, не нравится, не будет смотреть. Кока-колу мы на канале не варим. Мы не делаем никакие ролики и серии, а что будет, если там заморозить двигатель, что будет, если сжечь машину, что здесь будет. Но это какая-то ерунда, детей у нас на канале нет. Средний возраст человека, который его смотрит, от 24 лет до 50. Поэтому напишите в комментариях просто две цифры, сколько вам лет, посмотрим вашу статистику. Мы обязательно будем продолжать снимать видеоролики из путешествий. И обязательно сделаем вторую, третью часть с переезда в Москву. Будем все рассказывать детально. Ну, стараемся делать просто контент вот этот хороший, собрать не так легко. Хочется вам и показать, например, там, когда переезжаешь, какую можно квартиру снять за 25 тысяч рублей. Что будет, если снять квартиру за 40 тысяч рублей. Ну, показать. Мне это интересно, мне нравится поснимать. Хочется снять какой-то такой небольшой документальный фильм. В общем, хочется развиваться в этом направлении, поэтому будем делать. Четвертая тема, которую я затрону, это хайп, развитие канала. Некоторые пишут то, что интересно. Должно быть больше зрителей, должно быть больше просмотров. Нужна погоня за развитием. Надо чаще снимать. Друзья, стараемся делать. Но вот это прямо гонки нет. Но вот я к этому не отношусь. У меня нет такого, что нужно какую-то скандальную историю снять. Что-то нужно почаще снимать для того, чтобы это просто росло. Чтобы у вас снялось больше. Но такого нету. Я знаю прекрасно о том, как каналы развиваются. И как они в один час. Есть люди, которые смотрят, говорят, классно у него, все круто. Стоит ему где-то разок что-то не так сказать, этот канал сразу превращается в дно. Человека сразу начинают унижать, обсирать, просто травить. Поэтому я вот за этим как раз таки не гонюсь. Нас немного. Но мы есть. Мы снимаем, мы рассказываем, вы смотрите. И меня это полностью устраивает. Станет вас больше, появится, как вот уже кто-то писал. С появлением 50 тысяч акционеров появятся и те, кто будут говорить. Канал скатился, уже не так скучно, как было раньше. Уже все не то. Продался и так далее. Такое всегда было, есть и будет. Поэтому я считаю то, что мы идем здесь. Своим ходом потихонечку развиваемся. Что будет дальше, покажет время. Пятая тема, она как бы вытекает из четвертой. За счет того, что нас становится больше, пришли люди, которые начали предлагать размещать рекламу на канале. И я вам раньше говорил, да, то, что нахрен она не нужна, ничего я не буду размещать. Потому что ранее мне писали в основном всякие казино. Они и сейчас пишут непонятного рода банки. Писали люди, которые говорили, расскажи там про меня, я тебе там дам 300 рублей, бутылку пива. Ну какую-то ерунду просто-напросто предлагали. А сейчас пришли люди, серьезные бренды, на самом деле крупные. Вот допустим, сейчас реклама предлагает размещать Авито. Вот вы вздумайтесь, Авито предлагает размещать их рекламу на канале. Но это круто. Я вот на основной работе, где я там делаю вывески, наружную рекламу, зная тоже, допустим, Авито хотели бы оформить свой какой-то центр, там вывеска, я бы бился за них до конца. А тут они приходят и говорят, слушай, расскажи там про нас, напомни, потому что через нас это можно покупать и будем еще и денег давать. Аж эмоции переполняют на самом деле. С кем работали? Автохлама точка нет. Юремон сайт. Это нормальные, проверенные люди. Вот все с ними сейчас сотрудничают, многие про них рассказывают. Поэтому за них не стыдно. Но я понимаю прекрасно то, что как бы когда-то я это говорил. Ну блин, пацаны, сами понимаете, все идет, развивается. Деньги в любом случае нужны. Все, что забрал, вылетело в трубу мгновенно. Потому что ремонт одно, второе, третье. Раньше, когда я говорил то, что зачем это все нужно, я ничего не делал. Я не делал ремонт, у меня какая-то копеечка была, я сидел, думал, может машину обновить, еще что-то сделать. Сейчас же, когда работаешь, развиваешься, много тем появляется жизненных. Деньги, сами понимаете, нужны. Более того, все эти деньги также могут пойти на развитие канала. Почему? Нужна камера хорошая, нужен хороший стабилизатор, нужен хороший объектив, нужен хороший микрофон. Вот это вот все, если перечислить, это уже выходит тысяч на пятьсот рублей. Сейчас зайти, просто маленькая GoPro, на которую мы снимаем, плюс стабилизатор, плюс микрофон, это уже шестьдесят тысяч. Чтобы это монтировать, нужен компьютер. Вот я компьютер покупал, шестьдесят пять тысяч. То есть, сто тридцать тысяч для маленького канала, это, представляешь, это просто как с хвоста. Все дешево на телефон, на тетрис снимать, но не то. Я не гонюсь там за какой-то, знаешь, видеомонтажом, делать переход, вот это вот как фильмы документальные. Это, конечно, круто, но это бешеных денег стоит. Я уже как-то раз про это говорил, то, что у Академика, у других людей, у них реально, у них команда целая работает, у них там два-три оператора. Отдельный человек, который занимается монтажом, выводит картинку. Поэтому на все это нужны деньги. И не думайте о том, что если я эти бабки взял, все их там пошел, в ресторане проел и все. Коплю откладываю, собираю, чтобы для вас же потом делать качественнее. Ну, развиваться мне нравится, вам нравится. Вот на этом-то и мы сходимся. Я знаю то, что вы к этому отнеслись с пониманием 90% людей взрослых, адекватных, и сами понимают то, что деньги нужны. А те 10%, которые считают то, что не должно быть рекламы, не должно быть монетизации, парни, я серьезно говорю, я за подписчиков не гонюсь, просто отпишитесь от канала. Идите, попробуйте найти что-то без рекламы. Сегодня телефон берешь, туда тебе смс-ки с рекламы приходят, по дороге едешь, реклама висит, телевизор включаешь, рекламу, ВКонтакте музыку включаешь, там реклама, она везде. Самое главное, то, что я вам ничего не впариваю. Вот такого из серии, там, купи то, купи это. Просто рассказываю по-честному. А вы уже принимаете сами решение. Переходить по ссылке в описании или нет. Шестое, о чем я поговорю, это с точки зрения быть блогером. Друзья, 2017 год, мне 27 лет, я снимаю видеоролики, выкладываю их в открытый доступ в интернет. Вы смотрите, кто-то поддерживает, кто-то критикует, кто-то пишет какую-то обоснованную, такую детальную критику. Некоторые комментарии оставляют там буквально на два листа о четвертых. Парни, хочу всем сказать, все, кто хотят начать снимать видео, делайте обязательно, берите камеру, начинайте делать. Не нужно только начинать, знаешь, в серии, как вот некоторые дают совет, можно снимать сегодня на телефон. Не, все это фигня, однозначно нужна нормальная камера, нужен нормальный звук, нужен нормальный оператор, чтобы картинка была плавная, чтобы нам это было интересно смотреть. Я сам являюсь таким же зрителем, и вот бывают такие каналы, у которых там много подписчиков, вот эта тряска с камерой, это неинтересно. Просто потряси камеру сейчас. Вот это, ну кто это будет смотреть, когда непонятно, когда шум идет, но это напрягает постоянно, согласитесь. Я очень рад, что два года назад мы начали снимать ролики, и дело-то пошло, вы поддержали, дали каналу жизнь, поэтому всем вам огромное спасибо. Все, кто смотрит, все, кто поддерживает, все, кто критикует. Это обязательно должно быть, поэтому еще раз вам говорю спасибо. Число 7. Счастливые, поэтому здесь я хочу поговорить про нашего с вами любимого оператора. Она постоянно мне помогает, буквально с первых дней, когда мы начали снимать, она всегда со мной. Она выезжает, порой мы в 7 утра встаем, я говорю, поехали. На улице бывает холодно, а она сам по себе человек мерзлявый. То есть она постоянно начинает трястись. Вы не представляете, то что снимать видеоролик, это кажется, что это легко, потому что мы снимаем час, два, три, потом собираем всю самую основную информацию. Бывает так, что погода плохая, кто-то проезжает, кто-то проходит, я сбиваюсь. В общем, ролик снимается не вот там на 2 минуты, за 2 минуты. Она старается, она всегда читает комментарии также ваши, поэтому поддерживайте, передавайте ей привет, ей очень приятно на самом деле. Хоть она остается за кадром, она на самом деле делает 50% работы для канала, потому что снять хорошую картинку для вас, вы сами понимаете, смотреть видео, это в первую очередь картинка. В общем, она действительно старается, старается делать это для меня, для вас, для нас с вами. Оператор это моя жена, я ее очень сильно люблю, и мы идем дальше. Друзья, нужно нам потихонечку закругляться. Если бы вы меня спросили, как бы я вообще видел развитие канала, видел бы вот через год, ну, тут, знаешь, говорить пальцем в небо, нужно делать, нужно делать, развивать его, снимать больше. Конечно, мне бы хотелось завести студию, купить более хорошее оборудование, снимать чаще видеоролики на разные тематики. Все это зависит от кого? От меня и от вас. Я буду делать, вы будете поддерживать, говорить, где правильно, где неправильно, в каком направлении двигаться. И таким образом мы вместе с вами будем развиваться. Если помечтать более глобально, было бы на самом деле круто создать какой-то продукт, действительно, вывести его на биржу, создать под него акции, в которых в первую очередь вложились бы вы, и вы, соответственно, получали бы первые с них дивиденды. Кто-то скажет, ты что, офигел там, куда тебя понесло, куда надо, туда и понесло. Глаза боятся, руки делают. Друзья, ну а на этом мы будем заканчивать. Подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь обязательно на инстаграм канал. Там всегда выходит только анонс свежих новостей касаемо канала. Хочу сказать то, что мы сегодня гуляли по Торицинскому парку. Кому понравилось это место, приезжайте, обязательно погуляйте с девушкой, с женой, с детьми, с друзьями, как угодно, кому как больше нравится. Здесь на самом деле так, знаешь, спокойно, интересно, можно пройтись душевно с кем-то, о чем-то поговорить. У меня на этом все. Всем спасибо, что смотрите. До новых встреч, всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова